Доброго времени суток, сударь и сударыни! Вы смотрите фильму-ревью о различных знатных игровых произведениях. Третьего дня в Боколее и рынке наших городищ посетила знатная игра от отечественных конструкторов под названием «Алёхин Маузер». Многие достопочтенные бояре узнают в нём двойника за бугорного убивца 47. Как вы помните, в оригинале «Лысый муж» творил всяческие кровавые непотребства за такие же кровавые алтыны. Отечественный ответ же имеет глубокую духовную основу, на что потрачит не за кровавые гроши наёмного убивца, а за идейную идею. На благо нашего отечества трудится секретный потаённый агент в глубоком вражеском тылу, пытаясь оставить свой след в аналии истории. Витязь плаща и шпаги очень часто меняет свои одёжи и бегает по зубу горным хоромам всяческих злыдней. Кого убивает руками с удавкой? Кому явство отравляют цианидом казённым? А зачастую просто всякую челядь десятками отстреливает. Правда, бить челом отечественным конструкторам не за что. Канон «Убивца 47» по сути выдержан, но выдержан не до конца. Сюжете с игры позволяют нам окунуться в омут событий и бестолковых персонажей. Злыдни американские алчат развязать новую мировую войну путём подставы нашего жилого отечества за убийство президента ихнего. Трагедию перед нами, конечно, пытаются разыграть знатнейшую. Но, как говорил Великий, не верю. Мы будем тайну посещать в поисках правды праведной различные бастионы басурманские. Но самое удивительное то, что нам не обязательно действовать там тихо или скрытно. Даже если вражина увидит труп своего коллеги в одном из подням, вам ничего страшного не будет. Мы можем спокойно отстреливать целые гарнизоны болванов, слепо прущих на нос. И как лютый маньяк, можно ликвидировать всех свидетелей на уровне, не испытав ни капли угрызения совести или сложности, диковинной нынче в игровых пластинках. Наполнение уровней жуткое, малообеспеченное. Мир кажется будто афорией, спектаклем в местечковом каборе. Поушрительная мзда за хорошо выполненное задание бесполезна. Купить себе новый маузер или берданку бессмысленно. Все равно на кровавом пленэре мы подберем все необходимое с трупиков вражеских злыдней. Проблема этой игровой пластинки в том, что она однообразна, скучна и невероятно примитивна. И как ни крути, Алёхин маузер оставил больше отрицательные эмоции, чем положительные. Но видно зато, куда можно расти игровой серии дальше. Работа над ошибками может исправить прискорбную ситуацию. Ну и позвольте отрекомендовать итоговый бюллетень оценки сего творения. Игра Алёхин маузер получает 5 упругих яичек по бирже из 10 возможных. Хотелось бы лучшего, но пока спасибо хоть на том, что имеем. Надеюсь, конструктора игры учтут пожелания общественности и к новым продуктам отнесутся с удвоенной энергией. За всем прощаюсь, ваш игровой смотритель.